Вопросы наследственного права приобретают в настоящее время все большую актуальность в результате становления рыночных отношений, закрепление за гражданами право частной собственности на имущество, круг объектов, которые могут переходить по наследству, значительно расширился. Что собой представляет наследство и какие актуальные вопросы с ним связаны, вы узнаете из этого выпуска программы «Ваше право». Наследство – это своего рода универсальное правоприемство. То есть при смерти человека к его родственникам, либо к иным наследникам, допустим, по завещанию, переходят все его имущественные права и обязанности. Очень много людей не знают эти тонкие моменты, считают, что по наследству переходят только квартиры, дома, машины, вклады, но при этом даже не знают о том, что переходят по наследству также и долги, и обязательства умершего человека. И потом сталкиваются с такой ситуацией, когда вроде бы получили по наследству машину или квартиру, живем, все хорошо у нас, а потом начинают поступать иски от банков в суд о взыскании задолженности по неуплаченным ранее кредитам. Так вот, наследство у нас – это и права, и обязанности умершего, которые переходят в полном объеме к его наследнику. При этом следует учитывать, что наследование может происходить несколькими способами. Наследование по завещанию или наследственному договору, либо, если таковые отсутствуют, по закону. Любой гражданин при жизни вправе завещать на свое усмотрение все принадлежащее его имущество, либо его часть, по своему усмотрению, либо своим родственникам, либо кому-то из них, либо вообще может завещать посторонним лицам или юридическим лицам, и даже государству. С недавнего времени появилась возможность с супругом составить совместное завещание. То есть, наряду с тем, что один из гражданин сам самостоятельно может составить завещание и ставить свое имущество по наследству, так и супруги совместно могут прийти к нотариусу вместе, обратиться и составить совместное завещание. При составлении завещания нужно учитывать, что может быть обязательная доля возникать. То есть, у наследников, которые находятся у попечения у умершего, либо нетрудоспособные родственники умершего, имеют в любом случае, вне зависимости от завещания, обязательную долю. Такая доля может составлять половину той доли, которую бы наследники получили в случае, если завещание не было бы составлено. То есть, если мы говорим о гражданине, об умершем, у которого есть, допустим, двое детей, нетрудоспособных в силу пенсионного законодательства, то есть являющиеся пенсионерами, либо являющиеся инвалидами, либо являются, если они малолетними детьми, то у них при наличии завещания к постороннему лицу, они при отсутствии завещания получили бы по одной второй. Половина от половины, получается, не менее чем по одной четвертой доли в праве, они получат вне зависимости от наличия, либо отсутствия завещания. Бывают ситуации, когда завещатель в силу физических недостатков, либо неграмотности, не может подписать завещание самостоятельно. Не нужно смущаться этого всего, нужно об этом сразу, заранее заявить нотариусу. В данном случае для подписания завещания привлекается рукоприкладчик. Рукоприкладчиком может являться любое совершеннолетнее лицо, дееспособное. Если человек не оставил при жизни завещание, то наследование происходит по закону. В его рамках выделяют 7 очередей. При этом очереди с четвертой по седьмую считаются отдаленными. Как правило, находится хоть один наследник, принадлежащий одной из первых трех категорий. В наследственное входит, как мы с вами уже определились, как и долги, так и имущество, и имущественные права. Какие лица призываются к наследству? К наследованию призываются граждане, либо лица физические, которые живы к моменту открытия наследства, либо которые зачаты при жизни наследодателя, дети. То есть, если умер, допустим, отец, и при этом это его ребенок, который даже до сих пор не родился, но он тоже может призываться к наследованию. Нужно иметь в виду, что есть такое интересное понятие, как недостойные наследники. Это лица, которые по закону хоть и имели бы право получить наследство, но могут быть отстранены от наследования. Такими лицами являются граждане, которые своими умышленными действиями причинили вред здоровью и жизни наследодателя, либо своими умышленными действиями попытались увеличить свою долю в наследстве, либо уменьшить долю в наследстве других наследников. То есть, такие лица могут быть в судебном порядке отстранены от наследования. Срок принятия наследства ограничен. Он составляет полгода стат открытия наследства. Собственно, считается открытой для наследования сотня гибели наследодателя. Если наследник не получил имущество за данный срок, оно переходит во владение государством. Пролонгация срока реальна, если у наследника получится доказать, что он не располагал возможностью пройти процедуру своевременно, например, при болезни или при пребывании за рубежом. Самая главная ошибка, которую допускают наши граждане, она заключается в том, что очень часто наши люди по незнанию пропускают срок для принятия наследства. В соответствии с законодательством, общий срок для принятия наследства составляет 6 месяцев. В случае пропуска указанного срока наследники вынуждены в дальнейшем порядке оформлять свои наследственные права в судебном порядке. Есть такое понятие, как фактическое принятие наследства. То есть, если наследник своими действиями после смерти наследодателя совершил какие-то действия по уходу за имуществом, платит какие-то коммунальные платежи, платит налоги, сборы, получает арендную плату или платит и арендную плату и так далее, то есть своими действиями подтверждает фактическое принятие, то для него этот срок не распространяется. Однако, законодатель и наш регламент установили ограничения, какие доказательства по фактическому принятию наследства может использовать именно нотариус. Таких всего два. То есть, фактическим принятием наследства, которым может пользоваться нотариус, по регламенту является на сегодняшний день совместная регистрация наследника с наследодателем в жилом помещении наследства, которое осталось наследнику, это жилой дом или квартира или комната, либо решение суда. То есть, если наследник не проживал совместно, не был зарегистрирован в жилом помещении, которое осталось по наследству, в дальнейшем в судебном порядке может быть установлено фактическое принятие наследства. Очень важно определиться с местом открытия наследства, это очень вызывает много вопросов. Местом открытия наследства считается место последней регистрации умершего человека. То есть, наследственное дело открывается по последнему месту регистрации. Можно обратиться к любому нотариусу по последнему месту регистрации умершего и открыть наследственное дело в течение этих полугода. У нас во всех городах и районах республики имеются нотариусы, имеются лица, замещающие даже, если нотариус отсутствует по каким-то причинам на своем месте. Нужно обращаться обязательно по последнему месту регистрации. И очень важно, много вопросов задает на эту тему, отметить именно по сроку получения свидетельства о праве на наследство. В общем порядке свидетельство о праве на наследство выдается по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства, то есть со дня смерти. То есть 6 месяцев законодатель предоставляет для того, чтобы все желающие могли подать заявление принять наследство, либо отказаться от него. И по истечении 6 месяцев уже выдается свидетельство о праве на наследство. В редких случаях возможна ситуация, когда у погибшего нет родственников и завещания при жизни им написано не было. Тогда его имущество получает статус выморочного и переходит в собственность государства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok